всем привет в этом видео я расскажу небольшую историю по созданию по появлению unix а вот чтобы потом небольшую историю о том как появился linux вот ну возможно что-то там еще надо будет добавить и после этого уже начать плавно переходить к знакомству так как насколько я понял linux система для некоторых совсем непонятная вот для некоторых она более менее понятно но непонятные моменты что такое там терминал и баш так называемый shell что такое скрипты вот и и так далее и тому подобное соответственно я так подумал и решил сначала немного рассказать истории вот поэтому если вам история не интересно можете дальше не смотреть если же интересно то давайте начнем так вот unix это название целого семейства операционных систем создание которого стало одним из самых больших достижений наверное современной компьютерной науки вот на этапе создания даже на этапе разработки unix ставилась задача создать операционную среду в основном для проведения научных исследований вот это удалось разработчикам и настоящий момент на базе unix очень много операционных систем в том числе это и linux вот единственное что пугало начинающих пользователей так это то что старые еще версии там нужно было много работать с терминалом вот и довольно таки непростая система была хотя современной версии уже не так уж сильно отличаются по простоте от windows но давайте продолжим и так об истории история создание история создания уникса началась в конце шестидесятых годов в компании или компании вот смотрите я пишу N.A.T. N.T. 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 Bell Corporation ой не Corporation а Laboratories вот и кен томсон даже нет давайте так то есть в этой компании началась разработка операционной системы unix и называлась она называлась она мультикс вот 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 мультикс вот так вот она называлась она работала она там на отдельном специальном компьютере мощном довольно таки в то время вот и и и и как бы в конце шестидесятых мы услышали началась разработка в 1969 году Bell Labs отошла от этого проекта от проекта мультикс и вплотную занялась с тем что впоследствии превратилась в операционную систему unix вот ходят слухи что название unix произошло от мультикс давайте вот еще раз мультикс вот вот но слово мульти мульти уступило слову слову юни почему то вот ну так говорят вот и воли случая вот это кс кс была заменена на x в результате получилось unix ну раз так говорят вот значит наверное это правда вот вот и приблизительно в то же время то есть это 1969 год сотрудник Bell Labs Кен Томпсон который вскоре стал известен миру как один из создателей unix заинтересовался одним компьютером компьютер назывался то есть у него было такое название пи дипи семь вот и в то время он считался этот компьютер без перспективы Томпсон решил построить операционную систему которая поддерживала бы совместную работу коллектива программистов при проведении исследований и разработке новых продуктов вот и в целом Томпсону это удалось вот вот и в 1971 году первая версия Unix уже работала на компьютере так который 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 назывался вот так вот PDP 1120 20 вот в начале своего развития Unix в основном использовалась для точнее использовалась в двух на первый взгляд несовместимых областях деятельности подготовка документов и программирование вот ну еще и известно всем что разработчики программ яростно противятся всяким попыткам заставить их хоть как-то документировать свои продукты вот однако вследствие именно Unix показало что средства обработки текстов играют большую роль в любой сфере в том числе и в программировании вот ну я думаю вы понимаете да обработка текста редакторы должны быть мощные потому что тоже ядро Linux или большие программы они могут насчитывать там тысячи файлов вот миллионы строк исходного кода соответственно довольно таки серьезная текстовая обработка должна быть текстовые редакторы и т.д. и т.п. так вот первый этап работы Томпсона увенчался созданием операционной системы ассемблера также он создал ассемблер для PDP7 и несколько утилит то есть ассемблер если вы не знаете то это программа выполняющая преобразование команд записанных в текстовом виде в машинной инструкции вот эту программу частенько могут называть транслятором напоминает она компилятор однако между ними есть отличия компилятор работает с языками высокого уровня вот и исходные тексты этих языков высокого уровня они понятны для человека то есть это человеческий язык вот и эти коды исходные достаточно легко переносить на другие системы ассемблер напротив работает с низкоуровневыми командами соответственно у разных архитектур есть свой набор возможный свой набор команд вот поэтому программы на ассемблере пишутся обычно конкретно для конкретных каких-то платформ вот перенести одну программу написанную на ассемблер на другую платформу довольно таки сложно если не придется переписывать все с нуля вот так вот в семьдесят третьем году до до семьдесят третьего года то есть томсон уже создал на первую версию юникса ассемблера для этого и нескольких утилит а в 1973 году сотрудник bell labs внимание это дэнис ричи надеюсь вы вспомнили кто такой дэнис ричи так так вот дэнис ричи в семьдесят третьем году переписал систему юникс на созданном им языке программирования си то есть вспомнили да дэнис ричи это разработчик языка си вот дэнис ричи как говорят разработал этот язык общего назначения специально для работы над системой юникс а вот язык си легко адаптировался для различных архитектур и вскоре начал применяться на самых различных компьютерах начиная там от персональных компьютеров и заканчивая такими супер компьютерами край то есть это в сша есть такой супер компьютер который очень мощный и очень много может фпс выдавать там на gta 5 ну я шучу конечно же ну хотя вряд ли шучу если там запустить gta 5 то там наверное будет очень много фпс вот но это так вот поэтому поэтому как бы можно сделать такой вывод если бы юникс не было написано на переносимом языке таком как язык си то она была бы жестко привязана к какому-то типу компьютера вот и одно в результате использование си языка си система стала легко переносимой и в настоящее время она довольно таки легко переносится с одной платформы на другую вот как бы понимаете да что программа или операционная система называется переносимой или кросплатформенной если можно легко адаптировать для работы на другой платформе а вот впервые юникс была перенесена на другую платформу в 1976 году дэнисом ричи и стэфаном джонсоном вот вот далее там проходили переносы на другие архитектуры различные от интела от моторолы от зилок какой-то на край тоже переносили вот после всего этого система юникс была принята компанией bell labs вот и началось ее остальное распространение в остальных компаниях bell system вот и приблизительно в то же время ей заинтересовались такие престижные учебные заведения как калифорнийский университет массачусетский технологический университет вот и в 1975 году western electric company входящая в состав AT&T начала продавать независимым производителям исходные коды то есть тогда уже продавали исходные коды юникс и лицензии на использование юникс то есть здесь мы понимаем что юникс не была бесплатной она была платная были лицензии и т.д. и т.п. все из этого вытекающие но в то же время учебным заведениям которые хотели получить в распоряжении юникс достаточно было приобрести флешку вот с этой юникс но я шучу вы должны были сразу у вас что-то в голове какая флешка в 76 году вот тогда это были магнитные ленты вот соответственно учебным заведением достаточно было лишь приобрести эту магнитную ленту и тратить незначительные средства на поддержку системы вот таким образом стимулировалась дальнейшие работы по модификации данной операционной системы соответственно есть предположение что именно успех системы в учебных заведениях а так как на тот момент особо операционных систем то и не было не говоря уже о том что 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 просто не было вот не было торрентов где можно было все скачать вот соответственно скорее всего именно успех этой системы в учебных заведениях и привел к большому распространению юникс вот и поэтому мы пользуемся этим юниксом до сих пор вот все пользователи айпадов там ядро юникс перепиленное переделанное но все таки юникс вот линукс сам пользуемся андроидом а андроид на базе ядра линукса а линукс это на базе юникса вот как все сложно и запутано но тем не менее все практически мы пользуемся так или иначе юниксом вот вот ну и в отличие от большинства операционных систем по крайней мере на начальной стадии разработки юникс создавалась не для того чтобы способствовать увеличению сбыта компьютеров да есть такие операционные системы которые способствуют сбыту компьютеров делаются операционные системы все там красивенько и хорошо заливаются предустанавливается куда-то или там под определенные компьютеры телефоны и продаются и всем весело и хорошо вот вот что дальше дальше там у компании AT&T начали происходить всякие разделения они разделялись там на 7 команд какие-то суды какие-то там куча короче этой мороки которые я не хочу описывать лично мне это очень скучно вот там начали появляться там какие-то отклонения то есть этого юникса версии юникс вот 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 но что примечательного что заложила юникс что дала юникс для развития всех остальных операционных систем вот которые на ее на базе юникса основаны вот из файловая система юникс это очень важно важная тема на которая как бы наследуется во всех остальных операционках то есть после создания структуры то есть это файловая система поддерживающих несколько уровней под каталогов гав система юникс могла использовать для интуитивной организации файлов и каталогов гав вот более того вот это очень важно сложные методы доступа к дискам лентам ну вот сейчас флешками и т.д. и т.п. и и устройства были значительно упрощены и представлены через точнее все устройства представление всех устройств было в виде файлов вот которым можно было получать доступ доступ как к элементам каталога то есть работа с любым устройством это как с файлом работа с файлом это как с файлом вот что очень удобно и при разработке драйверов ну и в основном да при разработке драйверов или вообще при доступе к устройству дальше система перенаправления ввода вывода очень крутая штука которая наследуется во всех там дальше дочках этого юникса в том числе и в линуксе вот то есть в командной строке пользователи юникса могли перенаправлять вывод команды в файл ну вот к примеру давайте посмотрим сюда к примеру это просто пример не надо тут ни к чему придираться что тут непонятного это пример к примеру вот запись такая файл один потом файл два пишем пишем вот так вот сорт потом вот так вот пр потом так вот лп вот в чем же фишка фишка в том что что тут происходит тут происходит объединение двух файлов файл 1 файл 2 с помощью команды кат вот дальше после того как они объединились то есть вот этим символом мы объединяем вот эти потоки как бы ну то есть это так называемая концепция каналов то есть который позволяет вывод одной операции перенаправлять в другую операцию вот в данном случае два файла объединили и перенаправили его сюда для сортировки то есть сорт это утилита которая сортирует дальше после чего разбивается эта сортировка на странице вот то есть не цельным куском а постранично после чего то есть и вот сортировка вернет результат этот результат перенаправляется сюда дальше разбилась постранично и вот этот результат перенаправляется на вот это раньше были такие штуки как принтеры но они и сейчас есть конечно же раньше были вообще там древние ну тут как бы не указано древние не древние соответственно вот перенаправляется на принтер то есть вот вот такой командой мы объединили два файла отсортировали разбили на страницы и напечатали круто круто попробуйте что-то подобное сделать такой операционной системе как windows вот здесь вот сама идея вот этих каналов позволяющие превращать вывод одной команды во вот другой поэтому это можно или какое-то но в консоли терминале это перенаправление другой команде каких-то результатов очень крутая и удобная штука далее переносимость что еще от unix до пошло на все системы вот соответственно на операционной системы которые основаны на unix они легко или более-менее или не тяжело переносятся на все другие платформы вот точно также вы можете посмотреть по андроиду android на любых платформах 100 становится вот если знать что android это вспомнить точнее что это linux ядро linux ядро linux это unix то становится все легко и понятно вот но чтобы это концепция реально реальной переносимости работала вот и работала для на программного обеспечения то программное обеспечение должно было создаваться на языке высокого уровня вот вот для этого как раз уже над этим работали брайан керниган и дэнис ричи которые уже создали тот язык си который мы видим сейчас отдельно брайан дэнис ричи создал язык для для системы unix операционной системы а потом вместе с брайаном керниганом они дорабатывали и увидели и создали тот язык который мы видим сейчас вот вот дальше как я сказал там у них были какие-то суды там туда и сюда и вот и начали появляться различные операционные системы то есть семьдесят пятом году юникс в 6 была система и она стала первой версии юникс доступной широкой общественности то есть за пределами был лабораторий а вот на основе раннего кода операционной системы юникс в университете калифорнии в беркли был создан первый основной вариант юник вот этот вариант назывался berkeley software дистрибутив еще его знают под названием есть еще такая лицензия это бсд вот лицензия бсд как мы знаем это делай что хочешь но мы не ни за что не ручаемся хорошая довольно таки лицензия соответственно благодаря тому что были институты вот и благодаря им как бы вот эта операционная система юникс в различных ее клонах стала достоянием общественности вот вот ну и на протяжении практически там десяти лет версии операционной версии операционной системы юникс из бсд и bell labs развивались в различных направлениях так ну я думаю вкратце по истории все то есть там опять вспомним суды кстати всех этих судов там было достигли люди там разных соглашений там открытых интерфейсов исходный код можно или нельзя использовать другим и т.д. и т.п. но давайте я вам расскажу еще еще кое-что что такое гну вы возможно слышали видели что такое гну вот вот такая запись но обычно linux раньше назывался вот так вот гну linux вот это сейчас его называют linux как бы некоторые полагают что это ошибочно но какая разница главное что все понимают что это такое но вообще это к ну что такое гну в 1984 году такой человек как ричард столман вот запустил запустил проект гну то есть гну это такая аббревиатура рекурсивная гну из за нот так вот так вот нот юникс то есть получается гну нот юникс а в чем рекурсивность а в том что вот здесь в гну содержится вот это нот юникс ну короче дурня какая-то ну вот то есть как бы гну это не юникс ну вот и проект этой организации организация называлась free software фондейшн был нацелен проект на переписывание всей операционной системы юникс то есть это можно было так сделать по лицензиям там по соглашениям с последующим свободным распространение мнением то есть нужно было взять все переписать по факту и тогда можно было свободно распространять вот задача переписывания миллион строк кода могла по конечно показаться непосильной для одного или двух людей вот но в результате все таки люди не унывали и эта задача была распространена среди нескольких десятков даже сотен разработчиков вот и как бы в результате этих стараний вот переписанный код там не только мог достигать того же результата но иногда оказывался лучше чем оригинальный вот кода юникса вот так как все имели доступ к создаваемому коду то плохо написанный код со временем переписывался и и улучшался вот более опытными там программистами людьми вот вот после всего этого была создана такая лицензия гну паблик лиценз то есть гну так давайте сейчас я напишу гну паблик лиценз до лиценз вот то есть если возьмем первые буквы мы получим gp-l вот gp-l то есть давайте выделим базовую особенность этой лицензии в основном это можно выделить три пункта авторское право то есть оригинальный автор сохраняет за собой права на собственная программное обеспечение дальше свобода распространения кто угодно может применять программное обеспечение гну в собственном программном обеспечении и реализовывать полученный результат при этом исходный код должен распространяться вместе с продуктом или боже предоставляется по запросу вот соответственно Когда вы используете код под лицензией GNU GPL, то вы можете его даже продавать, но только с исходным кодом. Либо же вы его продаете без исходного кода, но если покупатель запросит исходный код, вы должны будете ему его предоставить. Ну и сохранение лицензии. Даже при перепаковке или перепродаже программного обеспечения лицензия GNU должна сохраняться. То есть, если вы взяли где-то исходный код под этой лицензией, пересобрали, что-то там перепаковали, перепродали, лицензия продолжает сохраняться. То есть, это такая общая лицензия для всех. Ну и также с программным обеспечением GNU не связаны гарантии. При некорректном поведении оригинальный разработчик не обязан решать появившуюся проблему. Но зато это бесплатно и доступно всем. Соответственно, Ричард Столман приложил очень немалых усилий для создания вообще этого проекта и появления этой лицензии. Как бы он мог уйти в коммерцию и зарабатывать немалые деньги, но он ушел по такому пути. То есть, перед этим он уволился из института, в котором он работал, для того, чтобы институт не мог предъявить права на уже создаваемый вот этот проект, исходные коды проекта GNU. Поэтому очень знаковый человек этот Столман. Он разработал такой текст и редактор, как Емакс. Ну, давайте я не буду. Это вы, если захотите, почитайте о нем поподробнее. Так вот, одни из современных операционных систем, которые распространяются по этой лицензии, с открытыми исходными кодами, то есть это у нас есть BSD. BSD, можно сказать, ну, там, не можно сказать это BSD, операционные системы Linux, то есть у которой полностью соответствуют этим лицензиям, ну и, как бы, которые довольно сильно распространены. Вот, современные версии BSD распространяются в пределах трех проектов. Есть FreeBSD, NetBSD и OpenBSD. Обычно FreeBSD характеризуется как самая простая в использовании. NetBSD доступна для многих там платформ, на большем количестве платформ, чем FreeBSD. Вот. А OpenBSD, это, она ассоциируется как фанатически безопасная система. Вот, и большинство ориентированных на безопасность специалистов предпочитают, на данный момент даже такое есть, предпочитают применять BSD, а не Linux. Хотя в Linux'е с безопасностью тоже все очень хорошо. Так, ну, одна проблема была у проекта GNU. Несмотря на успешное создание тысяч утилит для Unix'а, проект GNU не мог, не смог создать один критически важный элемент кода. Это ядро. Вот. Попытки создать это ядро оказались безуспешными. И вот, в 1991 году Торвальд Линус, студент университета в Хельсинки, Финляндия, начал работу над ядром, похожей на Unix, операционной системы. Так как он хотел использовать дома ту же операционную систему, что и в учебном классе. В этот момент Linux применял Minix. Вот. Но он хотел выйти за пределы видеостандартов. Вот. И Linux'у Торвальду это успешно удалось. То есть вот этот недостающий фрагмент, который называется ядром и который самая важная часть, он создал это ядро Linux. Вот. О том, как создавалась эта операционная система, я рассказывать не буду. только для того, чтобы простимулировать вас прочитать книгу. Называется она Just for Fun. По-моему, вот так вот. Ну, в переводе можно найти. То есть переводы разные есть. Могут называться записки нечаянного революционера. Там и разные, короче. Вот. В этой книге как бы описывается, как он создавал эту систему Linux. Как, с какими трудностями он сталкивался. Это художественная книга. Там технических каких-то деталей нет. Она довольно очень интересная. Поэтому советую почитать, как создавалась эта операционная система Linux. Так вот, те, кто дожил до этого, дожил до этого, давайте уже вкратце поговорим о том, что же такое интерпретатор командный. Вот. До появления окон всяких графических таких приложений в системах Unix, на основе которого же Linux создана, мы знаем. Были такие штуки, как командный интерпретатор. Вот. То есть называют по-разному. Терминал, командный интерпретатор, там оболочка. Вот. Как бы компьютер же не такая уж умная и машина, как некоторые считают. То есть компьютеру нужно, мы знаем, давать точные инструкции о том, что он должен сделать. Вот. Для взаимодействия с компьютером служат командные языки. Управляющие всеми выполняемыми им операциями. Однако, как бы сам компьютер не в состоянии расшифровать команды, которые вы вводите с терминала. Вот. Либо с оболочки. Для преобразования таких команд в вид, понятный компьютеру, как раз служат вот эти интерпретаторы команд. Вот. В разных операционных системах интерпретаторы команд называются по-разному. В Unix используется термин оболочка shell. Вот. Вот эти оболочки предоставляют пользователям богатые возможности. Вот. То есть, системы, основанные на Linux, на Unix, они могут даже не загружать графическую оболочку. Ну, привычные нам там окошечки, кнопочки. А непосредственно загрузить ядро. И вставить ядра есть вот этот интерпретатор. И с помощью команд, то есть, в консоли, мы можем полностью работать с операционной системой. То есть, можем открывать файлы, читать их, редактировать, перенаправлять что-то на устройство ввода, вывода и так далее и тому подобное. Вот. То есть, после того, как произошла регистрация в системе, вот, Unix или Linux уже, давайте будем говорить Linux, делает текущим ваш рабочий каталог. И запускает программу оболочки. Вот. То есть, эта оболочка, программа оболочки запущена всегда, даже если не стартанул графический стол. Там, вот, или как в Linux, по старинке называют иксы, даже если не стартанули. Чего, опять-таки, нету в Windows. Вот. А в Linux довольно часто бывает так, что графической среды вообще даже нету. То есть, это когда он может быть старенький компьютер, у которого там 8 мегабайт оперативной памяти. То есть, слушайтесь, 8 мегабайт. Вот. На таком компьютере можно запустить простенький сервер Linux. Вот. То есть, самое главное, запустить ядро. Вот. И все. И настроить там сервер с помощью вот таких вот команд, которые будем вводить в интерпретатор. И у нас будет, может работать почтовый сервер. И он может работать годами. То есть, для даже обновления каких-то программ, не обязательно перезагружать компьютер. В ранних версиях Windows это было просто ужас. Чтобы что-то установить, какую-то программку, там устанавливать DLL-ки туда-сюда. В результате нужно было перезагружать, чтобы эти DLL-ки при запуске системы подгрузились. Ну, короче, это целая проблема была. Это на ранних версиях Windows. Хотя сейчас есть другая проблема в том, что эти обновления приходят по сети, и Windows когда решает, тогда и перезагружается. Даже не спрашивая пользователя. Ну, это Windows. Так. Так вот. Есть различные оболочки. Вот. Есть Shell. Есть Bash. Есть там ZSH какое-то. Короче, их много. Этих оболочек. То есть, в Linux по умолчанию, ну, в Ubuntu, по крайней мере, по умолчанию используется такая оболочка, как BornShell. То есть, он называется Bash еще. Вот. Так как в Unix есть Shell оболочка, она так называется. Но в Linux используется в Ubuntu Bash. Bash это вот тот же Shell. Вот. Вот. Но, как бы, пишется вот так вот. BornShell. Again. То есть, как бы, все тот же Shell. Но улучшен. То есть, там добавлены... Ну, ну... Какие-то новые утилиты, новые команды добавлены. То есть, улучшенный Shell. Вот. Поэтому, что такое оболочка, я думаю, вы поняли. Это такая штука стартует вместе с ядром. И с помощью... И которая интерпретирует вводимые команды. Интерпретирует и говорит компьютеру, что же все-таки делать. Если это команда cd change directory, то компьютер просто так cd не поймет. Ему нужно интерпретировать. То есть, эту cd перевести на инструкции. И указать ядру, что нужно делать. Вот, что такое оболочка. Вот. Поэтому работать мы будем, скорее всего, с оболочкой Bash. Вот. Ну, я так посмотрел. Можно и на питоне писать какие-то указания, каких-то команд. И не только на питоне. Вот. Ну, это мы посмотрим дальше. Как пойдет. Поэтому, это то, что касается оболочек. Ну, и как бы, что удобно, если на других системах, на дистрибутивах, тоже есть возможность указать четко там, ну, или Bash по умолчанию, либо Shell. Ну, скажем так, смотрите, работая с Shell, и если вы будете писать скрипты под Shell, то вы можете, то вы, можно сказать, со стопроцентной гарантией, можете быть уверены, что на другой операционной системе, в которой тоже поддерживается эта оболочка, к примеру, Shell, будут работать ваши скрипты. Если Bash, то, значит, сто процентов будут на Bash работать. Вот. То есть, это что касается переносимости. Вот. Ну, думаю, на сегодня все. То есть, в следующем видео по этой теме, какое следующее видео вообще не знаю будет, но именно по этой теме, то есть, скорее всего, еще раз вкратце скажу, что такое оболочка там, Bash. Ну, и там продолжим дальше идти. Возможно, по командам, возможно, по скриптам Bash, возможно, еще по чем-то. Лучше, конечно, чтобы вы писали в комментариях, что бы вы хотели узнать. Вот. Потому что я могу предполагать, что эта тема уже понятна другим, другим, но может оказаться, что совсем все не ясно. Вот. Поэтому пишите комментарии обязательно, предлагайте. Ну, а дальше по времени буду ориентироваться, что и как, и буду стараться реагировать на все замечания, комментарии и на всю критику. Вот. Поэтому... Ах, да, забыл же. Надо же каждому видео это добавлять. Максимальный репост, ребята, этот должны увидеть все, абсолютно все, особенно пользователи Windows. Вот. Максимум репост. Пересылаем, делимся. Ну, это одно и то же, но зато больше слов. Вот. Ну, и так далее, и тому подобное. Ладно. Всем спасибо за внимание. Всем, кто дожил до 40-ой минуты. Ждем новых видео, комментируем, делимся. Все. Всем пока.